Это программа «Вечер» в прямом эфире телеканала «Настоящее время». Меня зовут Ирина Ромалийская. Здравствуйте и темы ближайшего часа такие. Взрыв на подмосковном заводе. Российские власти заявляют, это склад спиротехника, а вовсе не беспилотники там были. Расскажем подробности. Соединенные Штаты дали зеленый свет на обучение украинских пилотов на истребителях F-16, а из Бельгии в Украину следуют десятки танков «Леопард-1». Российские миллиардеры переписывают свои биографии. Варданян теперь просто армянского происхождения, а Фридман – рожденный в Украине российско-израильский бизнесмен. Мы же, как вы видите, биографию, историю и факты не переписываем. Рассказываем все как есть, а вы за это ставьте нам лайки и подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Мы начинаем. Итак, первым делом давайте посмотрим на кадры из Подмосковья. Какая жесть! Что это? Вот такой гриб растет. Взрыв какой-то был. Вот такой гриб растет. Беспилотик, сказали, прилетел. Да, ты что? Или Ольга сказала, беспилотик, это вот туда, в общем, пол. Охренеть. Вон у Светланы Владимировны, что в кабинете творится. Ага. Аж дом шатало. Теперь подробности. Сегодня утром в городе Сергеев Посад произошел взрыв. Что известно достоверно, это то, что он произошел на территории Загорского оптикомеханического завода. Официальная версия российского следствия, имею в виду Следственного комитета, это был склад пиротехники. ТАСС со ссылкой на анонимного собеседника в экстренных службах пишет, процитирую, причиной взрыва по предварительным данным не является беспилотник. Ну и добавляет, что причиной стал человеческий фактор. Дмитрий Кожурин собирал всю информацию. Дим, привет. Расскажи, что к этой минуте известно о пострадавших. Ира, привет. К этой минуте известно уже у 56 пострадавших. И также есть первая погибшая. Это женщина, которая поступила в больницу с ожогами практически всего тела. Спасти ее не удалось. По информации подмосковных властей, еще 5 человек на данный момент находятся в реанимации. 22 в травматологическом отделении. У остальных жителей Сергиева Посада, которые пострадали в результате сегодняшнего взрыва, в основном осколочные ранения разной степени тяжести. Подмосковный губернатор Андрей Воробьев заявил о том, что разборы забавов продолжатся до ночи. Подняли по разной информации. Могут находиться от 2 до 5 человек. Кроме этого, сегодня господин Воробьев ходил по больнице, общался с пострадавшими. Давайте послушаем, что говорят люди. Дима, расскажи все, что известно о самом предприятии и какие, собственно, версии, почему произошел взрыв. Ира, сразу отмечу, что Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции еще загодя, уже больше года назад, предлагало ввести санкции в отношении Загорского завода. Сделано этого не было. По той информации о предприятии, по-прежнему, из действующих контрактов с Минобороны, что, кстати, подтверждается сегодняшними данными издания агентства. Ну, по крайней мере, косвенно подтверждается. Коллеги опубликовали информацию, согласно которой до марта 2022 года все госконтракты между заводом и Минобороны российским открыто публиковались и стали закрытыми уже только на протяжении последних полутора лет. Что касается фирмы Перорос, которая указана арендатором помещения, которая взлетела сегодня на воздух, то прямо у нее на сайте написано, что компания была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями. Вот что еще говорится вот прямо на главной странице портала данной компании. Одна из свидетельниц произошедшего утверждает, что, несмотря на все уверения российских властей, и на самом деле за несколько секунд до сегодняшнего взрыва над зданием она видела беспилотник. Я не то что считаю, я видела действительно, что это был дрон, он летел сначала, завис над заводом, и буквально секунд через пять произошел взрыв. Поэтому это сто процентов не пиротехника, это, может быть, попал в склад пиротехники, но это точно был дрон. Ну вот, наверное, скорее всего, что-то скинули. Также сегодня стали появляться кадры, на которых вроде как неподалеку от места взрыва были найдены корпуса снарядов, имеется в виду боевых снарядов. Затем один из местных журналистов написал, что все-таки это то, что используется пиротехниками, а не при проведении боевых операций. Мы достоверно не можем ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Тем не менее, важно упомянуть и об этих обстоятельствах. Это то, что известно по поводу сегодняшнего, одного из крупнейших за все время войны взрыва на территории России. Ира. Дима, спасибо тебе большое. Дмитрий Кожурин, корреспондент Настоящего Времени. Спасибо. Ну а минувшей ночью российские военные ударили по Никополю. Это Днепропетровская область Украины. Погиб 18-летний парень, еще трое мужчин получили ранение. Об этом сообщается в телеграмме главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука. Уже сегодня днем обстрелы продолжались. Например, в Херсонской области, согласно данным прислужбы, Херсонской обл. администрации пострадал 75-летний мужчина. В Херсоне ранение получил один человек. Ну и о последствиях удара по Покровску, Донецкой области, который был накануне. Окончательное число раненых, озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Это 82 человека, среди них двое детей, погибших девять. Напомню, что российские военные нанесли два удара по городу вечером в понедельник. Первая ракета разрушила жилую пятиэтажку. Чуть позже вторая попала уже в гостиницу рядом. Гостиница называется «Дружба». Ну а украинский генштаб сообщает, что вооруженные силы Украины продолжают наступление на трех направлениях. На Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском. Согласно заявлениям военных, на юге страны армия имела частичный успех. И сейчас закрепляется на занятых рубежах около трех сел. Президент Украины сегодня провел ставку с военными, на которой обсудил ход наступления. Ну а ранее Зеленский подчеркивал в интервью, что оно проходит сложно и, возможно, медленнее, чем кому-то хотелось бы. Однако, по его словам, украинская армия удерживает инициативу. Но Россия, в отличие от нас, реально может закончить эту войну швидше, без зайвых жертв. Нехай они не думают про наших, без зайвых жертв своих войсковых. Это выйти из нашей территории. Потому что Украина не собирается продолжать войну на территории Российской Федерации. Это никогда не было нашей целью. Далее репортаж с линии фронта нашего корреспондента Андрея Кузакова. Александр военнослужащий 30-й бригады ВСУ описывает ситуацию на Бахмутском фронте, где украинские подразделения пытаются обойти город с двух сторон. И объясняет, почему российские военные тратят так много усилий на его удержание. Олег кадровый офицер. Из своих 30 с немногим лет на войне провел почти 10. Считай треть жизни. 2015 года принимал участие во многих боях. Задача сейчас продавить российскую оборону в районе Бахмута. Тяжелый противник, я так скажу. Но ничего. Пробиваемся, действуем, работаем. Пушечное мясо очень много, я так скажу. Их очень много. Их убираешь, а их все равно привозят, привозят, привозят. И накопляется, накопляется, накопляется. А так они мобилизованы. Как такого, что мега там какие-то боевики нет. Они тупомасы берут. Хотя украинские военные утверждают, что инициатива все же перешла на их сторону. Но, как и на Южном фронте, они все чаще сталкиваются с тотальным минированием. Сейчас инициатива на нашем боце. Сейчас мы навязываем введение боевых действий. Сейчас российские военные больше обороняются, чем наступают. Они слабо? Так, очень сильно. Даже по артиллерии уже таких сильных военных валов нет. Они не могут надто эффективно вооружать нашу технику, наш особенный склад. И они имеют очень низкую точность. Основное, они используют для того же дрони, чтобы снищивать нашу артиллерию. Або другие какие-то виды техники, которые им очень сильно дошкуляют. А дроней больше? Так, дроней на порядок больше. Российские дроны «Камикадзе» и беспилотники-разведчики стали большой проблемой, говорят украинские военные. Тем не менее, и с ними стараются бороться. Этот расчет зенитчиков как раз следит за небом. Наши люди мотивированы, они готовы, идут. Они прекрасно понимают. Да, есть потери, да, это все понятно. Но какое наступление без потери? Люди все это осознают, тренируются, занимаются и понимают это. По данным американского издания «The New York Times», украинские бойцы, проходившие учения в странах НАТО, перестали во время контрнаступлений использовать на фронте американскую тактику ведения боевых действий. И вернулись к тактике, которую знают лучше всего. Истощение российских войск артиллерией и ракетами большой дальности. Вместо того, чтобы штурмовать минные поля под огнем. Западные аналитики беспокоены, что такая тактика затянет контрнаступление. Ну, то пускай приедут, покажут, как быстро. Я хотел бы посмотреть. Медленно. Это им так хорошо. Он карту разложил себе, показал, там посадка, там посадка. А, там перебежали, все, захватили. Ну, так оно не бывает. Ну, вообще не так. Это же не вторая мировая. Либо там штыки пристегнуть, побежал вперед. Не, это глупо. Это просто положить людей заради какой-то одной посадки, положить полбатальона, я считаю, это неразумно. Олег и Александр уверены, что наступать нужно обдуманно и осторожно. Верят, что российская оборона скоро сломится. Андрей Кузаков, Василий Мартыщенко, Алексей Полий. Настоящее время. Ну, для того, чтобы российская оборона была сломлена, Украине нужно больше оружия. В первую очередь истребителей. И вот Соединенные Штаты дали зеленый свет на обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Об этом сообщили на брифинге в Пентагоне. Тем временем из Бельгии в Украину следуют десятки танков «Леопард-1». Больше подробностей узнаем у нашей коллеги в Брюсселе. Елена Абрамович сам работает. Лен, здравствуй. Что известно о «Леопардах»? Здравствуй, Ира. Ну, это история с «Леопардами-1» в Бельгии долгоиграющей. К ней было приковано немало внимания СМИ. В первую очередь из-за стоимости этих танков. Речь идет о 50 машинах «Леопард-1», которые бельгийская Минобороны списала. И 5 лет назад уже продала частной бельгийской компании. Потому что хранить списанную технику Минобороны была негде. Продали их за бесценок 15 тысяч евро за единицу. И с того времени они хранились на частном складе в городе Турне. А когда с началом полномасштабного вторжения России в Украину бельгийское правительство хотело выкупить их обратно, владелец попросил за них в 30 раз больше. То есть полмиллиона евро за танк вместо 15 тысяч. Такую цену он обосновал тем, что техника старая. И чтобы привести ее в порядок и боевую готовность, надо вложить немалые деньги. Правительство Бельгии тогда отказалось. Но, оказывается, сторговаться удалось немцам. За сколько именно сейчас неизвестно. Но однозначно это дешевле. Учитывая тот факт, что боевым оснащением этих танков будут заниматься уже новые владельцы. Оружейно-строительный концерн Rain Metal готовит очередной экспорт боевых танков в Украину. С этой целью компания приобрела 50 танков Leopard 1 у бельгийской компании OIP Land Systems. Теперь транспортные средства должны быть переоборудованы на немецких предприятиях дюссельдорфской группы для использования. По предварительным оценкам в Украину должно попасть только 30 из этих 50 танков. Это связано с тем, что машины очень старые, производство 60-70-х годов. И часть из них просто не подлежит ремонту. Их разберут на запчасти. Ну и компания Rain Metal, кстати, сначала хотела закупить Leopard 1 для Украины в швейцарской оружейной компании. Но Швейцария не дала соглашение на их реэкспорт в Украину из-за закона о нейтралитете. То есть Швейцария не поставляет оружие странам, где идет активная война. Поэтому немецкая компания займется восстановлением бельгийских леопардов. Говорят, на поле боя они должны быть задействованы уже до конца этого года. Лена, а что с истребителями? Когда все-таки могут начаться учения? По истребителям, действительно, заявление о согласии США на обучение украинских пилотов развелетелось сегодня в СМИ. Но на самом деле в Пентагоне просто повторили озвученную ранее позицию, что США выступают за начало обучения, но пока ждут на утверждение программу обучения от европейских государств, которые ее разрабатывают и, собственно, будут обучать украинских пилотов. Как вам известно, ведущую роль в обучении играют Дания и Нидерланды. Мы уже, и президент уже дал зеленый свет на проведение и поддержку обучения. В последние недели было немало дискуссий о том, почему начало учений задерживается. За разработку плана обучения летчиков отвечает так называемая коалиция истребителей, которую возглавляют Нидерланды и Дания. И итоговую программу, по которой будут учить украинских летчиков, Украина рассчитывала получить еще в июле. В европейских СМИ писали, что с утверждением тянет Вашингтон. США как производители должны утвердить все инструкции. Между тем, в американских медиа, в частности CNN, говорили, что задержки за Европой, что в Вашингтоне попросту еще не получали готовую программу от европейцев. Ну и, видимо, на данный момент, судя по заявлению в Пентагоне, ситуация не изменилась. Ира. Лен, спасибо тебе большое. Елена Абрамович, наш корреспондент в Брюсселе. Ну а продолжить тему хочу с Егором Чернивым, глава украинской делегации в парламентской ассамблее НАТО, депутат Верховной Рады, работает там замглавы комитета по обороне. Егор, здравствуйте. Добрый вечер. А бывший верховный командующий объединенных сил НАТО в Европе, американский генерал в отставке Филипп Бридловс, в интервью «Голосу Америки» нашим коллегам заявил, что начало учений украинских пилотов на F-16 затягивают именно Соединенные Штаты. Согласны ли вы с этим? Вы знаете, я уже не нахожу рациональных объяснений, почему не начинаются тренировки наших пилотов и почему не передаются нам F-16. Потому что если взять ретроспективно год, о котором мы говорим, о поставках нам F-16, то я где-то там рациональное зерно находил о том, что технически, экономически, как-то еще по-другому это невозможно. Или возможно, но не в этой перспективе, потому что сейчас более необходимы, например, «Хаймерс» или «Три Семерки» артиллерия или еще что-то такое. То сейчас, честно говоря, это действительно выглядит как затягивание. Единственное объяснение, которое я могу найти здесь, это опасение некой эскалации со стороны Российской Федерации. Но и тут я тоже не вижу действительно серьезных аргументов. Мы уже столько раз отодвигали эти красные линии Российской Федерации, которыми она грозила, начиная с «Хаймерсов», артиллерии, дальнобойных ракет и всего остального, что сейчас мне непонятно, чего бояться и какой еще эскалации бояться, если мы и так в самой интенсивной фазе, горячей фазе войны, которая не была в Европе с окончания Второй мировой. Поэтому я очень надеюсь, что в ближайшие дни буквально будут согласованы все необходимые документы, и наши пилоты начнут обучение, как то обещали нам Соединенные Штаты Америки о том, что в августе начнутся обучение наших пилотов. А когда тогда самолеты поднимутся в небо? Я бы хотел, чтобы это был параллельный процесс, но, судя по всему, это будет все-таки последовательный. То есть по окончанию обучения я надеюсь, что никаких больше проволочек не будет, и наши пилоты вернутся с обучения, с самолетами, на самолетах, в самолетах, и мы увидим F-16 в небе над Украиной. Это полгода от начала старта? От четырех до шести месяцев приблизительно. Расскажите эту историю с танками из Бельгии, которые пришлось выкупить немецкой компанией. Почему такая сложная схема? У нас не бывает простых схем, особенно в последнее время, к сожалению. Вот я вижу все больше и больше бюрократических проволочек, к сожалению. Объяснить это усталостью или объяснить это чем-то другим, я не знаю, чем можно. Но вот раньше наши партнеры как-то быстрее находили возможности в рамках Рамштайна, быстрее контактировали между собой. Если даже у какого-то из партнеров чего-то не было, они это покупали или искали по всему миру. Например, Канада, та же, которая не так много вооружения, но у них выделены бюджеты отдельные на помощь Украине, она покупала для нас разные системы вооружения у других стран. И это производило намного быстрее. Сейчас, ну вот, как говорится на украинском, маем вот еще маемо. Но, слава богу, что хоть какие-то процессы идут. Еще вопрос хочу вам задать. Германия сегодня объявила о новых поставках Украине. Например, там еще две системы ПВО Патриот передадут. Куда они отправятся? Это решение исключительно генерального штаба. Они знают наши потребности, они знают, где более необходимо закрыть небо. Поэтому тут никто не знает, где стоят эти системы Патриот. Но это серьезное усиление противовоздушной обороны Украины? Ну, смотрите, в Германии, на всю Германию, 12 или 13 систем Патриот для того, чтобы закрыть их всю территорию. У нас это будет еще плюс две, то есть, я так понимаю, что четыре. Достаточно серьезные. А те две, которые есть, собственно, закрывают, как мы видим, небо над Киевом. И поэтому там все удается сбивать. Система Патриот состоит из ни одного машины. И вот эти вот пусковые установки, они расставляются достаточно на большом дистанции. И, соответственно, покрывают большое, достаточно количество, большой периметр. Сказать, сколько Патриотов в Киеве, я не знаю. Егор, два дня назад вы написали о том, что в Германии ключевые партии согласовали поставки дальнобойных ракет «Таурус». Однако, я же правильно понимаю, что их решение не ключевое, а ключевое решение за правительством. А там такого согласия еще не дали. Правильно ли я понимаю, как там идут переговоры? Пока нет. Но это очень большой и серьезный шаг, потому что это все-таки парламентская республика Германии. И именно Бундестаг назначает министров и назначает канцлера, и выбирает канцлера. Я вам скажу, что это достаточно серьезное продвижение в этом вопросе. Мои коллеги и мои друзья из Бундестага сообщили, что наконец-то есть консенсус внутри коалиции всех демократических сил. Я очень сомневаюсь, что присоединились к этому решению альтернатива для Германии, которая выступает последовательно против любого вооружения, но, в общем-то, на них и не обращают внимания. И очень показательным, очень важным есть, что влиятельные политики именно партии СДП, правящей партией Шольца, они тоже присоединились к данному решению, и вот найден консенсус. Я надеюсь, что это подтолкнет как раз-таки правительство Германии к подобному решению, к предоставлению нам Таурусов, потому что все-таки за ними последнее слово, это правда, за ними последнее слово. Но это важно, потому что на самом деле не было такого консенсуса даже по леопардам до самого принятия решения Шольцем о передаче леопардов. А есть ли у этого решения условия? В частности, не бить по российской территории этими ракетами? Это базовые условия для всех систем вооружения, которые обязаются нам партнерами. А по Крыму? И мы его выполняем. А Крым — это Россия? Нет, но я в самом начале, по-моему, мне кажется, полномасштабного вторжения выдвигалась, и такое условие. Смотрите, Крым изначально всегда и был, и нашими партнерами рассматриваются как часть Украины, поэтому по вопросам, по ударам по Крыму нет никаких вопросов, скажем. А были в самом начале? В самом начале были какие-то опасения, что это может привести к эскалации, но, опять-таки, ограничений не было. Я когда общался с конгрессменами, вот год назад, наверное, когда нам говорили о дальнобойной артиллерии, мы только говорили, я задавал этот вопрос, они говорили, смотрите, мы не будем выступать за это публично, но мы не будем против, если вы будете использовать это против России на территорию Крыма. Поэтому каких-то запретов прямых не было. Егор, ну и последнее, оцените наступление, которое сейчас ведет украинская армия. Чего ждать? Наступление тяжелое, контрнаступление идет тяжело, потому что достаточно много минных полей, эшелонированной обороны, много линий обороны. Сейчас наша армия, в общем-то, ведет, знаете, больше такую подготовительную работу, потому что, если вы посмотрите по сводкам, то каждый день мы выбиваем у противника 10, 20, иногда даже 30 единиц артиллерии. И это как раз-таки для того, чтобы наше контрнаступление продвигалось быстрее. Да, нужно разминировать поля, но дальше нас ждет именно как раз-таки артиллерийский огонь. Поэтому очень важно выбить это, и очень важно, опять-таки, получить дальнобойные ракеты и повыбивать максимально все склады и командные пункты в глубоком тылу противника. Вот это нам поможет дальше продвигаться нашим подросткам. А Егор Чернев не просто депутат Верховной Рады и работает в профильном комитете, а и сам, собственно, ветеран российско-украинской войны. Егор Чернев, спасибо вам. Спасибо. Ну и теперь хочу рассказать вам историю одного украинского военного. Виталий Шумей был командиром зенитно-ракетного комплекса, находился в блиндаже, где хранился боекомплект, и туда прилетел российский снаряд. Начались взрывы. Виталий лишился части черепа, но выжил. После было много операций в разных украинских госпиталях, потом его перевезли на лечение в Испанию, в пригород Барселоны. И вот там сейчас он делает первые свои движения. За этим в соцсетях следят многие украинцы. А наш Юрий Баранюк его проведал. Это не просто приветствие. Медсестра пытается вызвать у Виталия улыбку. Мимика — это все, что сейчас есть у военного для общения. В ответ Виталий только едва заметно моргает глазами. Медсестра не оставляет попыток и стимулирует мускулы лица мужчины. Прикосновение — часть реабилитации. На первый взгляд элементарные упражнения отнимают у военного все силы, рассказывает Сергей Федорович, отец командира ЗРК Виталия Шумея. Виталий получил повестку 9 лет назад. Воевал на Донбассе. После начала полномасштабного вторжения России участвовал в операциях ВСУ под Киевом. А в августе прошлого года получил тяжелейшее ранение в районе Авдеевки. В блиндаж, где был боекомплект, попал снаряд. Началась детонация. Виталий чудом не погиб, но получил множественные травмы головы. И с того времени прикован к постели. Все это время рядом с ним его отец. «Будем мы с тобой разговаривать, мы будем с тобой лековаться, мы будем все с тобой. Хорошо?» Это архивные кадры. Они были сделаны еще в Украине. Раненого военного было невозможно спустить в укрытие во время воздушных тревог. Было сложно планировать реабилитацию. И часть этой работы отец выполнял сам. Как умел, делал массаж, ухаживал и читал распечатанные комментарии из соцсетей. Пожелания Виталию. «Борис, ты очень нужен. Верю, что скоро, и мы будем все вместе родиться. Виталий, от налога сил, отца терпения и веры. Все будет хорошо. Всех радостей в жизни. Весь мир с тобой. Дорогой Виталий, все не мое». Эти кадры широко разлетелись по социальным сетям. Люди собрали большую сумму на помощь Виталию. Отдельные жертвователи были готовы оплатить перелет для лечения в европейской клинике. Но врачи посчитали, что в положении Виталия это было опасно. Посоветовали ехать на машине. И Сергей Федорович вместе с сыном поехали в Бадалону. Это Испания, пригород Барселоны. В институте Гутмана Виталию сделали операцию, восстановили череп. И сейчас проводят реабилитацию. Сергей Федорович живет в этой же палате. За всем наблюдает и по своему опыту уже может сравнить, в чем отличие медицины в Испании и Украине. В Украине я работал вместе с санитарками, с медсестрами. Я помогал. Но тут и близко не дают даже дотронуться. Я помогал. Основно они работали, но как часов их немало, раненых много. Я же тоже должен понимать все. Ой, не выспался. Понимаете? А так я в Украине тоже помогал. А тут не допускают даже близко. Тут я же живу и вдруг, раз бы хотел бы, не папа, попить. Попить. В Испании врачи смогли увеличить вес Виталия, нормализовали его общее состояние. Первой задачей стало сделать так, чтобы Виталий смог сидеть в специальном кресле, чтобы создать для него более подходящие условия. Когда это стало возможным, мы стали заниматься другой терапией. Это и физиотерапия, и музыкальная, и речевая, и нейропсихологическая. Сейчас мы фокусируемся на том, чтобы дать Виталию больше возможностей отвечать на простые вопросы. Сергей Фёдорович верит, что это реальная цель. И со своей стороны делает всё, что может, чтобы помочь. Единственный раз, когда Виталий ответил, это был именно вопрос отца. Мы уезжали из Украины, он только смотрелся, и то очи его плавали туда-сюда. Он ни на кого не реагировал, ничего. Сейчас он всех угадывает, и пытается сказать. Ну, у него стоит Трихостома, 13 числа этого месяца, он пытался сказать. Я спрашивал, говорю, ты чуешь меня? Да, отведу. Потом, через какой час, сказал, что я тебе, воду хочешь или сик? Он промолчал, я повторно спросил. Он сказал, да, я сик. Один из главных финансовых доноров восстановления Виталия Шумея – футбольный клуб «Шахтер». Представители команды периодически приезжают к военному, и его прогресс могут оценить по опыту своих встреч. Юрий Сверидов до этого был в госпитале у Виталия в апреле. Уже прошло 4 месяца, я бачу, что очень большой парус. Я был очень рад и рад, что сказал Сергей Федорович, что Виталий начал говорить. И поэтому я решил приехать и посмотреть, что происходит. Этот прогресс стоит больших денег. Лечение в Испании очень дорогое. Но пока собирать средства на реабилитацию получается. По словам Сергея Федоровича, его очень мотивирует поддержка со стороны других людей. Простой пример. Хотя Виталий, очевидно, окружен заботой врачей, и в том числе заботой специалистов, которые занимаются музыкальной терапией, когда их нет рядом, Сергей сам играет сыну. Отец командира ЗРК верит, что сможет поставить сына на ноги и обещает быть рядом с ним столько, сколько будет нужно. Юрий Баранюк, Ярослав Птачник и Айбол Кожемуратов. Настоящее время. Бадалона. Испания. Ну и свежие новости. Еще один пожар в России. В воинской части в Ставропольском крае. Горит она в Георгиевске. Об этом сообщил глава городского округа. По его словам, огонь охватил около 300 квадратных метров. Российский чиновник утверждает, что это вещевой склад. Ну и снова о ситуации в Сергиевом Посаде. Последние новости расскажу вам. В подмосковном округе Сергиевска-Посадевска после взрыва на заводе ввели режим чрезвычайной ситуации. Пострадали, по последним данным, более 50 человек. Известно о как минимум одной погибшей. Ну и еще одна тема нашего выпуска. Расскажем, как российские бизнесмены переписывают свои публичные биографии. Ну или кто-то это делает за них. В начале этой недели журналисты независимых российских медиа обратили внимание на личный сайт Аркадия Воложа, одного из основателей компании Яндекс. Волож там теперь назван не российским бизнесменом, а израильским техническим предпринимателем. Ну, я на всякий случай напомню, что Яндекс играл и продолжает играть очень заметную роль в российской пропаганде. И началось это задолго до того, как Аркадий Волож оставил все посты в этой корпорации. Моя коллега Ольга Бешлей обратила внимание на биографии российских миллиардеров в Википедии. Ведь именно ссылка на страничку в электронной энциклопедии появляется самой первой, когда мы просто гуглим имя известного человека. Оказалось, что биография меняется не только у Воложа. Более того, у многих теперь указано – родился в Украине. Бизнесмен. Один из основателей российской технологической компании «Яндекс». Аркадий Волож меняет свою биографию. Вот его личный сайт. Читаем. Аркадий Волож, родившийся в Казахстане, израильский технический предприниматель. На это обратило внимание издание «Агентство». А волонтерка ОВД «Инфо» Юлия Яковлева заметила, что упоминание России из биографии Воложа кто-то пытается вычеркнуть из английской версии Википедии. Волож, я напомню, после начала полномасштабной войны попал под западные санкции. Все посты в «Яндексе» он оставил, живет в Израиле. Правки в статью про Воложа в Википедии вносят пользователи с IP в Тель-Авиве. Имеет ли к этому отношение сам Волож, мы не знаем. А я решила посмотреть, что происходит с биографиями других российских миллиардеров. И началась с тех бизнесменов, которые публично осудили войну. Конечно, первым пришел на ум Олег Тиньков. Он один из немногих, кто открыто критикует власть Владимира Путина. Тиньков уехал из России, продал свой знаменитый Тиньков-банк и даже отказался от российского гражданства. Я официально отказался от российского гражданства. Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом. Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Надеюсь, все больше бизнесменов последуют за мной и перестанут работать на фашизм. Бросят свои бизнесы и гражданство. Биография Тинькова в Википедии за последний год тоже существенно изменилась. Еще в октябрьской версии странички Тиньков был назван российским серийным предпринимателем. Так называют бизнесменов, которые с нуля строят разные бизнесы. А уже в ноябре 2022 года Тиньков стал кипрским бизнесменом российского происхождения. Многие правки, впрочем, были отклонены. Например, какой-то пользователь пытался добавить в биографию Тинькова слова «изменник Родины» и «западный лизоблюд». Тем не менее, те усилия, которые Тиньков предпринял, чтобы дистанцироваться от России, увенчались успехом. В июле этого года Великобритания сняла с него санкции. Санкции – это вообще не шуточки ни разу. Это очень серьезное ограничение. Рубен Варданян – миллиардер армянского происхождения. Так теперь написано в Википедии. В англоязычной версии страницы работа в России упоминается только в третьем разделе. Однако еще в ноябре 2022 года Варданян был российско-армянским политиком, а в сентябре 2022 года – российским бизнесменом армянского происхождения. Правки начались вскоре после того, как Варданян публично отказался от российского гражданства. В России я добился своих успехов. Я состоялся как бизнесмен, как человек, как профессионал. Но я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах. Но давайте посмотрим на странички миллиардеров, которые не отрекались от российского гражданства. И более того, их бизнесы, согласно последнему расследованию проекта, прямо или косвенно помогают российской армии. Михаил Фридман – совладелец «Альфа-Групп». Человек, который попал под санкцию после начала полномасштабной войны и отчаянно жаловался из Лондона журналистам, что ему не на что содержать в Англии дом. Согласно расследованию проекта, его «Альфа-Банк» до сих пор кредитует Тульский патронный завод, а компания «Альфа-Страхование» страхует имущество концерна «Калашников». В русскоязычной Википедии Михаил Фридман – российский предприниматель, миллиардер, советский инженер металлургического производства. Переключаем на англоязычную версию. И сразу узнаем новые детали. Михаил Фридман – рожденный в Украине российско-израильский бизнесмен. Мне, конечно, стало интересно, всегда ли в первой строке были эти уточнения, и я пошла смотреть правки. Еще в марте 2022 года Фридман был рожденным в Украине российским олигархом, у которого также есть израильское гражданство. Рожденный в Украине появляется буквально спустя 4 дня после начала полномасштабной войны, 28 февраля. Биография Фридмана навела меня на мысль – надо проверить, что происходит со страницами других российских олигархов, родившихся в Украине. Вы не поверите. Абсолютно такая же ситуация, как у Фридмана, с биографией Виктора Виксельберга. В русскоязычной версии это российский инженер и предприниматель. Согласно расследованию проекта, принадлежащие ему заводы и бизнесы поставляют алюминий для российских самолетов и ракет. В англоязычной Википедии Виктор Виксельберг – это родившийся в Украине российско-израильско-кипорский олигарх и миллиардер. Я пошла смотреть, когда там появилась Ukrainian Born – 28 февраля. Как и у Фридмана. Ладно, два человека – это может быть совпадением. Вот есть еще Леонид Фидун – акционер компании «Лукойл». Она производит авиационные керосины для ракет. Российский предприниматель и миллиардер. Открываем англоязычную версию. В первой же строчке – Ukrainian Born – Russian Billionaire. Честно, я начала беспокоиться, что и эта правка была внесена 28 февраля прошлого года. И что олигархи просто дружно наняли одного человека, который их всем носил. Но нет. На страничке Фидуна это уточнение появилось гораздо позже – аж 29 декабря 2022 года. Еще один акционер «Лукойла», попавший под санкции российский бизнесмен и политик Фархад Ахмедов, в прошлом году стал азербайджанским бизнесменом и бывшим политиком в России. Утверждать, что российские… Я уж теперь не знаю, как правильно их называть. В общем, миллиардеры, владеющие бизнесом России, лично меняют свои странички в Википедии. Я не могу. Нет таких доказательств. Но тренд на редактирование публичных страниц в англоязычной Википедии есть. И национальность там меняется у многих. О том, для чего кто-то меняет биографию российских бизнесменов в Википедии, мы хотели поговорить с Андреем Мовчаном. Он раньше был российским финансистом, но после начала полномасштабной войны отказался от российского гражданства. И на его страничке теперь сказано, что он кипрский финансист российского происхождения. Мовчан, к сожалению, сегодня не смог выйти с нами на связь, но вот его ответ на счет правок на личной странице. Интересно. Действительно отредактировано. Я этого не делал. Но ведь отредактировано правильно. Я и правда гражданин республики Кипр и не гражданин России. И происхождение у меня российское. Тут уже ничего не сделаешь. Это он нам так ответил. Илья Шиманов, глава российского отделения антикоррупционной международной организации Transparency International, подробно объяснил нам, почему у российских миллиардеров повально меняется происхождение в Википедии и как вообще влияет на бизнес страничка в электронной энциклопедии. Когда мы говорим про попытку пиарщиков, технологов или медиатехнологов, российских олигархов или крупных бизнесменов поменять биографию, мы говорим об отмывании репутации. Есть прямое объяснение необходимости или попыткам российских олигархов править свои википедией в рамках проведения процедуры KYC Know Your Customer. То есть это та процедура, которая проходит в результате любого взаимодействия онбординга этого олигарха в какой-то банк. К проведениям государственной проверки, попытки выстраивания новых партнер с какими-то иностранными инвесторами. Всегда эта процедура возникает и, конечно же, проверяют не только сами компании, но и их собственников, их членов правления, которыми выступают российские наши подсанкционные часто олигархи или не подсанкционные олигархи. Разумеется, это важная основная часть KYC процедуры, подразумевает под собой анализ медиапубликаций. И первое, что люди делают, это заглядывают в Википедию, потому что она в Google поиске выскакивает первой, как правило. Поэтому борьба идет не на жизнь, а на смерть в Википедиях. И там, я по нескольким публичным перспективным слежу, там идет просто иногда столкновение, когда редакторы Википедии одним фронтом и какие-то заказные редакторы, которые приходят за деньги править, например, в статье бьются за удаление какой-то информации, как правило, компрометирующие то иное лицо. И да, есть на рынке такая услуга, действительно, пиар-агентства ее часто предоставляют. Это редактирование статей, удаление негативных публикаций. И это связано как раз с институтом репутации и попыткой отмыть свою репутацию от всяких этих грязных пятен. Даже в исках в Минфин в США с целью выведения людей из-под санкций, люди пишут, что человек или женщина, конкретно банкирша, in a Russian Ukrainian family born. То есть она даже не то, что там на Украине родилась, а то, что у нее кто-то из родственников является рожденным или выходцем из Украины. Вот это уже тоже попытка, это не мое, собственно, заключение, это заключение специалистов, которые, собственно, подготавливают какие-то аргументы. Если прямых аргументов нет, то, конечно же, идет набор косвенных. Соответственно, что человек филантроп, что человек Ukrainian born, что у него этническая принадлежность другой группе, что он не Russian. Я думаю, что значительная часть граждан России могут похвастаться корнями каких-то этнических групп у себя в роду. И поэтому это тоже каким-то образом может повлиять на, скажем так, на решение властей. Особенно тех властей, которые не очень сильно разбираются в нашем перемешанном котле, да, вот таком, скажем так, постсоветском, да, и, я имею в виду, национальный котел или там такой многонациональный. Поэтому это может вести кого-то в заблуждение, особенно тех людей, кто не особенно сильно следит за российской или постсоветской какой-то такой спецификой. Поэтому, да, это может оказывать воздействие. Я думаю, что оказывает. Ну и еще одно. Вот получить тот самый доступ к адекватной непропагандистской информации жители России могут при помощи VPN. Для тех, кто не знает, это простыми словами объясню. Это способ, как обходить блокировки различных сайтов, приложений и так далее. Вы, наши зрители из России и Беларуси, наверняка ими пользуетесь. Так вот, в последние несколько дней в работе VPN наблюдаются сбои. IT-эксперты считают, что работе популярных сервисов начали мешать власти. По информации проекта «На связи», который следит за блокировками сайтов России, больше всего жалоб на работу VPN было в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Но вообще сбои происходят почти по всей стране. При этом, как говорят аналитики, пока картина складывается противоречивая, поскольку даже в одном и том же регионе у одной части пользователей VPN работает, а у другой нет. Из-за новых блокировок может пострадать не только доступ к заблокированным ресурсам у обычных пользователей, у российского бизнеса тоже могут появиться проблемы, в том числе у предприятий, которые связаны с медициной и торговлей. О новой тактике блокировок Роскомнадзора и рисках для пользователей бизнеса мои коллеги поговорили с директором Общества защиты интернета Михаилом Климаревым. В прошлом году были заблокированы примерно все свободные медиа, был заблокирован Facebook, был заблокирован Instagram, Twitter. И потихонечку-потихонечку ситуация нарастает, все становится все хуже и хуже. Еще где-то с начала лета начались попытки блокировать различные сервисы VPN. Как VPN работает? Вы подключаетесь к какому-то серверу, специальной программкой, и потом этот сервер, который находится где-то за рубежом, он для вас уже предоставляет все остальные интернет-ресурсы, которые вы запрашиваете. Таким образом, проходится вот эта блокировка, которая от имени Роскомнадзора, и вы просто получаете доступ к любой информации из свободного мира, спокойно. Так вот, Роскомнадзор начал блокировать эти точки входа. Сейчас пришел следующий этап, и начали блокировать не только по точке подключения, но еще и по типу информации или протоколу, которым вы этим VPN-ом подключаетесь. Как это делается? У Роскомнадзора есть специальное оборудование, но в Роскомнадзоре называют вот СПУ, технические средства противодействия угрозам, но нормально люди называют это оборудование DPI. DPI — это Deep Packet Inspection. На русский язык, если переводить, это глубокая проверка пакетов. Так вот, вот это оборудование берет каждый пакетик, смотрит, к какому протоколу относится этот пакетик, это можно каким-то образом определить. Есть масса параметров, по которым это определяется, и принимает решение, отправлять его дальше или не отправлять. И вот они как раз сейчас включили это оборудование. Вот сейчас мы наблюдаем, что они создали какую-то систему, мы пока не очень понимаем, как это работает, но мы разбираемся, и думаю, что мы за недельку с этим справимся и предоставим какое-то решение. VPN используется не только, даже не столько для обхода блокировок. Это обычное средство, с помощью которого бизнес организует в интернете свои какие-то внутренние сети, наложенные так называемые сети. Удаленные офисы, сети магазинов, сети банкоматов, сети всевозможных, там, не знаю, интернет-вещей, там тоже довольно часто используются технологии. Ну, потому что это удобно. Совсем стало рискованно заниматься бизнесом в России, потому что в один прекрасный момент, ну, сегодня они заблокировали вот эти все VPN-сервисы, потом они заблокируют все другие, перестанут работать какие-то вещи. Некоторые, кстати, информационные системы, они прям критические, да, там, не знаю, на транспорте какие-то, такие же VPN-ы используются в энергетике. Это вот просто сейчас становится очень-очень ненадежным, потому что Роскомнадзор последовательно ломает интернет в России. Ну, а еще Михаил Климарев рассказал нам, какое будущее может ждать интернет в России, от блокировок новых сервисов до вообще полного отключения. Чем это все может закончиться? В принципе, понятно, да, закончиться это может в пределе в своем полном отключении интернета. Это называемый говерн-интернет-шотдаун, отключение интернета по приказу властей. Такие вещи в России не было, что прям полное отключение интернета, но зато было в Белоруссии, как мы помним, было в Казахстане, вот, и чаще всего это заканчивается какой-то резнёй, да, то есть когда интернет отключат совсем, это означает, что власти совсем не справляются, и они отключают это для того, чтобы, ну, уже просто в мире там не узнали тот ужас, который творится внутри страны. Но есть еще две остановки до полного шотдауна, это как в Туркменистане. В Туркменистане сейчас заблокировано больше, чем половина интернета, там только два оператора связей, которые принадлежат одному человеку, фамилию которого все знают, вот, и эти операторы, ну, совершенно просто без всяких каких-то предупреждений просто блокируют любые ресурсы. И еще есть одна остановка до полного отключения интернета, и это то, к чему, наверное, стремятся сейчас российские власти, это как в Северной Корее. В Северной Корее тоже существует интернет, он называется Кванмён, и у него нет вообще никакого выхода за рубеж. Внутри все запрещено, власти, более того, следят за тем, кто куда, каким ресурсом обращается, и технически нет возможности связаться с внешним интернетом, то есть вот вообще. В любом случае, любое ухудшение работы интернета тут же отзывается на экономике. Это тоже должны все понимать, потому что если страна обособится от интернета, вообще, как торговать? А как вы будете покупать на Алиэкспрессе что-нибудь, да, те же дроны, как вы будете завозить страну? А как вы будете торговать нефтью, когда у вас нет интернета? Мне кажется, что вот это была очень важная инструкция, в том числе для, ну, точнее, важный разговор для вас, наших зрителей. Инструкция у нас есть на сайте, как обходить блокировки, а вы нас за это можете отблагодарить своими лайками под этой трансляцией в Фейсбуке, в Ютубе, в Ютубе еще и подписывайтесь на нас. Ну вот с тех событий, о которых говорил Михаил Климарев, в Беларуси прошло три года. В Беларуси в этот день, три года назад, прошли президентские выборы, не согласны с их результатами выборов, а с результатами, которые объявили власти. Все ли это выходили на массовые протесты, которые жестоко подавлялись, на улицах были сотни тысяч людей, заводы шли на забастовки, врачи выходили на акции против милицейского насилия, помните, женщины отдельно устраивали. Давайте вспомним, как это было. Уходи, уходи, уходи! За востока! За востока! За востока! Уходи! 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 О том, как живут и на что надеются те, кто пострадал от репрессий, смотрите далее в нашем сюжете. А что происходит? Продолжение следует. А что происходит? А на основании чего? Положите телефон. Момент задержания в 2020 году активистке Ольги Павловой из Беларуси. Женщина по образованию медики в день выборов приехала к Стелле «Город-герой в Минске», чтобы оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим демонстрантам. Вечером 9 августа там начался один из самых жестких разгонов. Я до Стелла все-таки немножко не дошла. Не получилось. Тут тоже была в центре группы людей. Когда начались задержания, вот люди начали разбегаться, ну и меня забрали. Условия в спецприемнике на Крестино Ольга описывает, как пыточные. В четырехместной камере находилось больше 30 человек. Были избиения и унижения со стороны силовиков. Через несколько дней из Минска женщину этапировали уже в СИЗО в Жодино. Даже в самом захудалом колхозе на животноводческой ферме к животным так не относятся, какое было отношение к людям в эти дни в ЦИПе. В переполненной камере на Крестино в августе 20-го года оказалась и журналистка Алена Дубовик. Женщину задержали по дороге домой и сильно избили. 13 августа, ну в день, когда меня выпустили, меня вот как раз-таки тогда надзирательница и избила. Она меня била коленом в живот. Мне заболел живот. Меня муж отвез в поликлинику. В поликлинике, когда услышали, что я с Крестино моментально, это была суббота, они моментально сделали полное обследование. За время протестов в Следственный комитет Беларуси поступило около 1800 заявлений от пострадавших, которые рассказали об избиениях и пытках со стороны милиционеров. Даже через три года после президентских выборов в отношении белорусских силовиков не заведено ни одного уголовного дела. Но в то же время расследовать преступления и собирать доказательства о причастности силовиков к пыткам начали в Литве, Польше, Чехии и Германии. Эти дела нужно возбуждать, потому что это хороший способ зафиксировать и факт совершения преступлений, зафиксировать доказательства, которые, естественно, со временем, если их надлежащим образом не фиксировать, могут забываться, теряться и так далее. Ну и плюс ко всему, то есть это хороший такой звонок и хорошее напоминание тем, кто совершает преступления на территории Беларуси, я имею в виду преступления против человечности, о том, что ответственность все-таки так или иначе неминуема. Хотя, по мнению политического обозревателя Валерия Карбалевича, расследование в отношении белорусских силовиков за границей вызывает у них разве что психологический дискомфорт, не более. Эти люди связали свою жизнь с существующим режимом и они не собираются делать какие-то путешествия в страны Европейского Союза, в те страны, где в отношении их там ведется какое-то судебное либо проследование. Вот. И поэтому они, скажем так, не слишком волнуются, не слишком заморачиваются всеми этими делами. Они уверены, что существующий белорусский режим надолго, и он их защитит от любых попыток их преследовать. Несмотря на отсутствие уголовных дел в отношении силовиков в Беларуси, пострадавшие, с которыми мы поговорили, уверены в справедливом судебном разбирательстве в будущем. В рамках международного права я в это абсолютно верю, уверена и очень надеюсь, что в скором времени на Лукашенко выдадут также право на арест. Единственное, что, конечно, пока они с Путиным находятся на территории своих захваченных стран, то никакие судебные разбирательства они, естественно, начаты не будут. Вот, но достаточно выехать кому-то из представителей пунктов, которые также проходят по списку, и я думаю, да, они будут арестованы. Я считаю, что все это должно быть зафиксировано, все имена, все вот эти показания, данные, ну, то есть, это просто обязательная история. Я по себе вижу, что вот прошло три года, и очень многое стирается из памяти. Я, когда сажусь перечитывать свое вот это заявление, свои какие-то там, то, что я писала, посты, свои старые там интервью в СМИ, я понимаю, что я половину забыла, а тем более стираются какие-то там лица от той надзирательницы, которая меня избивала. Но от того, что я это все рассказала, это все зафиксировано, я надеюсь, что когда-то же это все изменится, когда-то власть изменится, ну, в любом случае. Не все участники протеста успели выйти на свободу. В тюрьмах при невыясненных обстоятельствах умерли активист Витольд Ашурок и художник Олесь Пушкин. Наш выпуск на этом подходит к концу. Ставьте лайки под нашими трансляциями, подписывайтесь на нас во всех социальных сетях, заходите на наш сайт cramtime.tv в ютубе, обязательно подписывайтесь на нашу страничку, чтобы вовремя узнавать о готовящихся эфирах. Меня зовут Ирина Ромалийская, до свидания. Кому-то московская брусчатка, а кому-то пыль под ногами. То есть у каждого свои приоритеты. С такими рассуждениями Саша остался в селе, где родился и взялся восстанавливать совхоз, в котором когда-то работали его родители. Так в село Шаховское и Ульяновской области стали снова ездить журналисты, потому что возродил Саша не только старый совхоз, но и в какой-то мере славу родного села. Саша надеется, что к нему будут приезжать не только журналисты, но и новые работники семьями. А с этим пока проблема. КОНЕЦ